И мы понимаем, что рынок работает благосклонно к стримеру. Да, если усредниться, то да. Конечно, сейчас не будем, а то вдруг нас посмотрит какой-нибудь стример, возьмёт эксклюзивную игру, и мы увидим первый случай, когда стримера засудили, потом мы будем с вами оправдаться, что это не была юридическая консультация. Поскольку, в принципе, на самом деле... Привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всём, что с ней связано. У микрофона сегодня Виктор Горский-Мачалов. Антон Индресяк. И наш специальный гость Виктор Косаткин. Виктор, представьтесь, пожалуйста, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы сегодня будем говорить, кого они будут слушать. Да, коллеги, всем привет. Как уже мне представили, зовут меня Виктор Косаткин. Я работаю в ПАО МТС, обеспечиваю правовую поддержку киберспортивных и игровых проектов. Сейчас занимаюсь стриминговым сервисом, киберспортивной командой. В принципе, и до этого тоже работал именно в киберспортивной индустрии. И очень рад, что сейчас у нас, в принципе, есть площадки для дискуссий по этим вопросам. И что вот есть такой прекрасный подкаст, в принципе, про интеллектуальную собственность, и в котором поднимаются темы, связанные с играми. Это на самом деле первый случай в истории подкаста, когда мы прямо вот в эфире будем знакомиться с нашим гостем, потому что обычно мы заранее знакомимся с нашим интервьюером и заранее знаем, о чем будем говорить. В этот раз мы так в общих чертах понимаем, о чем будем говорить, но это такой эксперимент, когда мы попытаемся познакомиться со сферой деятельности нашего гостя и понять, что он вообще делает. Вот если вот так вот на пальцах объяснить, то есть я, например, могу объяснить на пальцах, я в основном занимаюсь охраной брендов. Антон… Да, мы с тобой вместе работаем. Да, мы работаем с Антоном вместе, мы делаем одно и то же. На пальцах, чем вы занимаетесь? Я бы так сказал, но если говорить про киберспортивную команду, что такое сопровождать такой бизнес, это с одной стороны заниматься спортивным правом и его аналогами, и индустрии развлечений, то есть вот такая вот интертеймент и спорт. Если про стриминговый сервис, то это все, что вот называют сейчас интернет-правом, и вот это опять-таки тоже и, в принципе, все, что связано с ПО, различные IT-вопросы, до защиты детей от влияния различной всякой непотребной информации. То есть, как вот один большой комплексный интернет-проект, который еще и включает в себя особенности такие, что он связан с игровой индустрией, связан с киберспортивной индустрией, и, в принципе, это user-generated контент-площадка, что на себя накладывает кучу ограничений. И моя задача, что там, что там, обеспечить, чтобы бизнес был up and running, что называется, если на пальцах в двух словах. Ну вот, насколько я слышал со стороны, мне не повезло ни разу как-то нырнуть в эту сферу, но, насколько я слышал со стороны, вот эта сфера стриминга киберспортивных мероприятий, она довольно сложна большим количеством субъектов прав и, насколько я знаю, какими-то трудностями в регулировании всего этого. Можете как-то вкратце рассказать, как работает обеспечение с точки зрения, в основном, интеллектуальной собственности, организации вот этих киберспортивных мероприятий, соревнований, права на трансляции, как я понимаю, там, ну, должны быть какие-то... Да, потому что здесь же получается, как и в обычном спорте, вовлечены и площадки, на которых все это стримится, там, Twitch или YouTube, ну, в основном Twitch, если про киберспорт мы говорим, как я понимаю. Здесь и разного рода спонсоры, которые спонсируют отдельные команды, спонсируют целое мероприятие, сами команды, игроки этих команд, то есть, да, здесь какое-то бесчисленное количество субъектов, каждый из которых может претендовать на свою часть прав, и, в общем, это надо как-то очень хорошо и четко урегулировать, чтобы потом не возникало никаких ни у кого вопросов. Да, вы абсолютно правы, что это, получается, своего рода экосистема из целого ряда субъектов. По сути, цепочка начинается, если мы говорим, будь то про сам турнир, будь то про трансляцию турнира, здесь это не принципиально важно. Все равно все начинается с паблишера и заканчивается зрителем, который зашел на какую-либо площадку посмотреть турнир. Между ними от паблишера первый шаг идет к организатору турнира. Организаторы турнира, я бы сказал, это на его же уровне, но это еще дополнительно появляется участник студии овещания, она не всегда обязательно будет, как отдельный бренд, отдельная компания, которая организует именно трансляцию, но, например, в СНГ-регионе это преимущественно как раз отдельные студии, такие как Майнкаст, Рухаб делают трансляции. Где-то турнирный оператор себе сочетает и именно организатора, и того, кто делает трансляцию. Дальше появляется площадка, на которой, в принципе, все будет стримиться. И вот на этих этапах мы получаем то, что называется трансляции турнира, этот объект. По пути добавляются спонсоры, и от площадки мы приходим к зрителю. На самом деле, как и в традиционном спорте, все примерно то же самое, но здесь появляется и даже начальная цепочка, извините, первое звено примерно то же самое, разница лишь в том, что правообладатель, он часто и организатор, но дальше, кому он продает права, все довольно так же тривиально. Если там о какой-то правовой квалификации говорить и вот именно об интеллектуальной собственности, здесь без нее никак, потому что в центре всего этого находится игра объекта интеллектуальной собственности. То есть мы даже получаем не, как обычно, трансляцию, которая объекта IP, а она уже основана на другом изначальном объекте, на видеоигре, то есть. И вот эти договоры паблишеров с турнирными операторами, ну, в тех экосистемах, конечно, где это разные лица, то что, опять-таки, здесь тоже бывает такое, что, как в, например, League of Legends, компания Riot Games замыкает на себя всю, в принципе, турнирную киберспортивную экосистему, и там нет отдельных ни студий, нет ни организаторов турниров, они все делают сами. Мы рассматриваем такой более сейчас классический вариант, скажем так, более распространенный. Собственно, этот договор турнирного оператора с паблишером представляет собой такой некий симбиоз услугово-лицензионного договора, в коре которого лежит, конечно, лицензия на игру с определенным набором полномочий, который как раз-таки позволит ее использовать для проведения турнира, который позволит проводить трансляцию на непосредственно стадионе, то есть выводить на огромные экраны перед людьми. Сам геймплей позволит дальше продавать, в принципе, права на трансляцию, на ее записи, монетизировать различным каким угодно способом, потому что ты хочешь продавать в сервисах подписки, хочешь как вводы за дополнительную плату отдельную, хочешь как платную трансляцию, хочешь просто, а может быть, ты площадке какой-то продашь, эксклюзивные права на то, чтобы турнир заземлить именно там. То есть дальше появляются ограничения определенные, например, требования к призовому фонду, к участникам, к схеме турнира, то есть может описываться даже действительно, сколько минимальное количество участников и по какой системе должен пройти турнир. Паблишер все-таки хочет проконтролировать, как будет реализовано это право использования видеоигры. Тот момент, где появляется студия вещания, в принципе, это обычная продажа медиаправ, в спорте в обычном это несколько похоже и на записи каких-то концертов, когда такие договоры заключаются. И здесь тоже, опять-таки, уже появляется разделение на гео, кто куда, на каких языках будет стримить. Причем в киберспорте есть такая особенность, что он делится не на страны, а на языковые регионы. В принципе, индустрия вся поделена подобным образом, потому что главная здесь коммуникация, в принципе, и там никто не акцентирует внимание на командах из России или командах из Франции. Нет, мы говорим про команды из Европы и из региона СНГ. Там только Китай выделяется, потому что это слишком большая страна, в принципе, количество команд, и она как отдельный регион идет. Собственно, дальше эти медиаправа реализуются именно по региону, по языкам. С одной стороны, всем интересен, в первую очередь, русский язык, если говорить об СНГ, но мало ли, к какой аудитории ты захочешь обратиться, и, в принципе, весь пак прав приобретаешь. Разделение по тому, это только в интернете или это можно продавать, например, кабельным телеканалом. В интернете тоже, как я говорил, до этого ограничения. Заплату, не заплату, дальше эта студия может перепродавать. У студии самой тоже возникают вопросы, потому что нужно привлекать комментаторов, людей, которые называются абзерверами. Они заходят под... Ну, в принципе, трансляция как появляется? Не потому что кто-то снимает экран просто на видеокамеру. А игра позволяет... Да, было бы несколько странно. Не, можно, конечно, снимать потом классные ролики про то, как прошел турнир, показывать большой экран, толпу людей на стадионе, но все же мы же смотрим другое. И разработчики дают специальный вход для именно наблюдателей, где они прямо смотрят игру почти как игроки, но имеют возможность переключаться между частями карты и... Вот абзервер, наблюдатель, просто их даже по-русски так и не называют в индустрии. И они переключаются между частями карты, отсматриваются, потому что ты никогда не знаешь, на какой части карты произойдет интересный момент. Но это всего... Человек-камера. Да, вот, очень верно. Как камера-паук, которая летает над футбольными стадионами, примерно так же здесь летает над картой абзервер. Дальше режиссер, который отвечает, в принципе, за всю трансляцию от и до. Появляются люди, отвечающие за дополнительную графику, например, когда студия аналитики вещает, интеграция спонсора в эту трансляцию, звукорежиссер. То есть, как обычное аудиовизуальное произведение, на самом деле, сделать. Весь тоже набор авторов, так даже будем здесь называть единственное. Вот абзервер – хороший, на самом деле, мне кажется, предмет для спора, а можно ли посчитать вклад абзервера и то, что он, в принципе, делает, что он в каком-то роде создает объект интеллектуальной собственности. С одной стороны, все это становится объектом благодаря тому, что добавляется деятельность других лиц, и его деятельность можно посчитать несколько технической. Но при этом именно за движением, то есть, вполне себе режиссер на самом-то деле. И даже непонятно, кто здесь будет официально названный режиссер, трансляция или абзервер, который летает по карте. Я бы, наверное, сказал, что он скорее как оператор, он же все равно, наверное, выполняет указания режиссера. Ну, то есть, как условно режиссер прямой трансляции футбольного матча говорит, какую камеру сейчас показывать в эфир. Также и здесь, в общем, примерно должна быть такая же аналогия. То есть, давайте немножко суммируем здесь весь переход прав. То есть, изначально всем заправляет зачастую правовладатель игры, то есть, ее издатель, там, условный Riot Games, если мы говорим на примере Лиги Легенд. Riot Games нанимает третье лицо, которое профессионально занимается организацией турниров и предоставляет ему право использовать игру как объект. После чего, соответственно, эта компания, которая занимается организацией турниров, привлекает команды. Команды приходят со спонсорами, организатор привлекает режиссеров трансляции, операторов, фотообзерверов, и все они вместе создают в дальнейшем продукт, который, право транслировать, который передают вещательным компаниям или не передают, то есть, вещают как-то у себя. То есть, вот такая примерно логика создания объекта интеллектуальной собственности здесь. Да, все верно, да? Да, да. А я правильно понимаю, что не принято, например, проводить такие киберспортивные мероприятия без какой-то договоренности и, собственно, разрешения правообладателей игры? Зависит от того, какого масштаба хотите провести турнир, на самом деле. Это в части участия правообладателей. Согласие необходимо всегда и везде, потому что какой документ регламентирует, используя любым человеком по сути игры? Это End User License Agreement, который каждый, как физическое лицо, заходя в игру, начинает использовать и различными методами принимаем. И ни в одной из них нет полномочия взять и просто сделать турнир на деньги, не на деньги. Такого нет. Если вы хотите сделать турнир с призами, с командами, у большинства паблишеров на сайтах есть стандартные лицензии, где вы заполняете специальную форму, указываете там, что я хочу сделать, где, когда в онлайне, в оффлайне это будет, отправляете заявку, получаете да или нет, и по условиям публично размещенного лицензионного соглашения собственно и проводите. Такие есть правила у Electronic Arts, если по FIFA хотите турнир, у Blizzard, у Valve есть, по-моему, и у Riot Games тоже все это наличие стоит. Там у всех свои ограничения по размеру призового фонда, например, так, чтобы, грубо говоря, это не переходило в стадию уже профессионального киберспорта, чтобы ею не пользовались этой лицензии серьезные игроки. Если это студенческое мероприятие, например, или корпоративный турнир, или просто вы начинающий турнирный оператор, который просто у себя там, не знаю, в мурино собирает людей и делает турнир. Также там ограничения бывают, например, могут на серию турниров дать лицензию, но там, чтобы не чаще такого-то периода. Или турнир не был растянут более чем 90 дней, чтобы это не была лига, чтобы ты не переходил с категории разового турнира в лигу. В принципе, ну да, это основные ограничения, которые есть. И если есть желание затеять турнир, то, конечно, всем стоит в первую очередь полезть на сайт правообладателя, паблишера и выяснить, что там как. Конечно, здесь вероятность того, что у вас возникнет проблема, если вы не получите. Разрешение минимальное, потому что никто не отслеживает. Это не так важно. Но если у вас действительно месячковый турнир, но если там уже какие-то призовые фонды и прочее, пожалуйста, заходим на сайт, оформляем лицензию и все хорошо. Ну да, я вот как раз только что хотел спросить по поводу каковы риски вообще, как компании-правообладатели в принципе контролируют использование, потому что, например, на примере моей личной боли могу рассказать про компанию Blizzard небезызвестную, про их мобу Heroes of the Storm, которую они поддерживали не особо активно, но по которой были даже официальные лики до 2018 года. В 2018 году они решили закрыть киберспортивное направление здесь. И с тех пор, в общем, никаких крупных ивентов до последнего месяца не наблюдалось, и я как человек, который любил посматривать эту мобу именно с точки зрения киберспорта, потому что она мне нравилась больше, чем все остальные, она такая более активная и больше, ну, энергичная, что ли, проходит, было очень тяжело, потому что ничего нет на Твиче, посмотреть нечего, и только разве что старые игроки, которые играли раньше в профессиональных командах, они проводят какие-то свои внутренние стримерские турниры, потому что они сейчас, естественно, все стримят, им надо как-то зарабатывать на жизнь. И вот кроме них ничего не было, и в том числе я думал, что это, наверное, в том числе и за Blizzard, потому что Blizzard в любой момент может прийти и потребовать большую компенсацию за то, что ты используешь ее игру. Ну, вот вы уже сами ответили на мой вопрос, предвосхищая его, что, в общем, чаще всего никто не отслеживает. Ну, видите, как получается, если вы организовываете какое-то соревнование, киберспортивное мероприятие, то надо посмотреть, что же там есть в пользовательском соглашении, а стримеры особо не смотрят пользовательское соглашение, и я вот не знаю, вряд ли в пользовательских соглашениях что-то указано про то, что можно стримить, можно собирать деньги на этом, типа того. Это я все подвожу к той новости, когда человек из... Откуда? Из Ubisoft. Один из менеджеров Ubisoft, Алекс Хатчетсон, высказался не так давно в своем твиттере, откуда же еще получать новости в 2020 году, о том, что со стримеров необходимо взимать часть их заработков в качестве некой компенсации компании Ubisoft за то, что стример стримит их игру. То есть там условная логика такая, мы создали вам игру, продали вам ее, чтобы вы в нее играли, а вы сидите донаты собираете и с нами не делитесь. В принципе, как юрист я могу понять эту логику, потому что действительно получается, что стримеры используют чужой результат интеллектуального труда без согласия правоподателя. Но с другой стороны, как игрок и, наверное, как юрист тоже, если бы мне пришлось защищать условных стримеров в каком-нибудь процессе, я бы возразил и сказал, что, ну, вы знаете, вообще-то популярность игре в современном мире создают стримеры похлеще, чем вся ваша рекламная компания. Если никто не играет на Твиче, то и покупать их никто не будет. Поэтому, уважаемые издатели, пожалуйста, в общем, спокойно. Пусть все играют, а вы будете дальше свои игры продавать. Твиктор, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу, с кем вы согласны скорее? С Антоном одним или с Антоном другим? Знаете, я бы здесь в первую очередь предложил бы матчасть изучить в своем роде. Я вот сейчас про игры Юбисофта не буду утверждать, потому что я давненько не освежал в памяти, что у них написано в польских соглашениях, но у Valve есть отдельная политика по фан-арту, есть политика в отношении видеопроизведений, у League of Legends есть отдельный красивый и очень весело написанный Legal Jabber как-то там раздел, описывающий, как использовать интеллектуальную собственность компании Riot Games в своих проектах. И у многих других паблишеров все это написано, на самом-то деле. В польских соглашениях, вот как было ранее у нас упомянуто, это зачастую не таким прямым текстом, то есть отдельная политика делается для того, чтобы как раз мы понимаем, что никто не читает документы. Давайте сейчас скажем, пока не будет спора какого-то, пока не надо будет нам изучать, прежде чем судиться, никто это не читает. Но отдельную политику на тему использования объектов креаторы, скорее всего, прочитают. Так вот, если брать стандартную практику, просто так вот среднюю температуру берем, стример может стримить игру, стример может делать даже кастомные видео с использованием геймплея, стример может делать это на площадках, где он зарабатывает деньги, на ютубе, на твиче, на любой другой, на троу, участвовать в монетизационных программах этих сервисов, то есть по сути зарабатывает деньги на этом. Стример может, что еще он может делать? Ну, давайте ограничим всегда вот этой трядой, что этого всего может, он не может вычленять какие-то объекты из игры, например, брать только звук, только отдельно персонажа, только какой-то отдельный кусочек небольшой геймплея. Он не может, как в случае с Riot Games, например, использовать именно товарный знак Riot Games без их одобрения, но он может, опять-таки, запросить, все это предусмотрено. И он не может продавать за деньги свои стримы или видео, которое он делает с использованием объектов из игры. То есть нельзя там, ну, например, условный Patreon, который сейчас очень популярен, и делать там видео именно игровые и за плату предоставлять доступ не получится. Или если бы на стриминговых сервисах были бы сервисы закрытых трансляций. Там брать за деньги не получится, точнее, пускать зрителей за деньги будет нельзя. Или снять фильм и там продать его у какой-нибудь телекомпании, условно. Это невозможно. То есть компании дают стримерам возможность зарабатывать на рекламе, на монетизационных программах, сервисах, но не напрямую. То есть вот прям вот взять их интеллектуальную собственность и за нее напрямую получить деньги – это нет. Все остальное возможно. Поэтому рассуждения автора новости, они скорее, я бы сказал, из философской категории. И да, я полностью согласен с Антоном в той части, что лучший маркетинг для любой игры – это стримеры, которые проводят трансляции по этой игре. И здесь действительно, что превалирует? От чего больше заработает паблишер? От того, что стримеры пропиарят его игру и больше придет пользователей? Или от того, что стримеры заплатят ему денег? Вполне возможно, что это из категории «не нужно рубить курицу, которая несет все золотые яйца». Потому что, ну а может быть, стример, если ему придется игры от условного Ubisoft платить деньги за то, чтобы их стримить, он не будет просто игры от условного Ubisoft брать. Он пойдет к другому паблишеру, а всегда на рынке найдутся те, кто, грубо говоря, задопингует ситуацию и объявит себя таким вот в белом пальто, я денег стримеров не беру, вот мои игры можно стримить хорошо и спокойно. При этом с точки зрения вот такой сугубо философской, я бы даже сказал, с точки зрения того, как устроен капитализм, да, стримерам стоило бы делиться доходами. Но это все идет, на самом деле нужно понимать, в принципе, тенденции сейчас, какие там у них на Западе. Там же теперь площадки лицензируют музыку для стримеров, как, например, Facebook с лейблами заключил большие сделки и заплатил им, по слухам, довольно большое количество денег, чтобы стримеры могли легально слушать их песни на стримах. Twitch договорился с SoundCloud еще одним лейблом тоже, чтобы была их музыка легально на площадке. Потому что правообладатели сейчас вот именно в сфере музыки очень активно приходят к площадкам, и в том числе веду новые директивы ЕС по копирайту, где как раз это все будет ответственность площадок, будь то тексты, видео, фотографии, уже концепт информационного посредника, он начинает размываться на самом-то деле. И на площадке, да, возложена обязанность обеспечить, чтобы у стримеров, в том числе, сейчас мы говорим про этот узкий сегмент, была возможность легально стримить музыку, видео. И, ну, я думаю, это докатится и до нас. Конечно, у нас, в принципе, традиции какой-то правой сознательности, я думаю, со мной согласитесь, они несколько иные. И зависит действительно от того, на чем больше заработают паблишеры. Сейчас рынок стриминга активно растет, да, он не сопоставим именно с самим паблишинговым бизнесом по объемам. И, в принципе, мне кажется, все, что около игр, ничего до обычного там геймдева по суммам никогда не дорастет, наверное. И, да, они понимают, что больше денег-то и так всегда. Кто-то хочет приложиться к этому. Но я бы скорее рассматривал как частное мнение, если честно, это высказывание, поскольку это противоречит самим традициям рынка. То есть давайте суммируем. На самом деле нет такой проблемы для стримеров, что за ними могут прийти и, в общем-то, засудить за то, что они занимаются стримингом. На самом деле любой стример, если он хочет быть уверенным в том, что он делает это легально, ему не надо кому-то там прям платить и покупать лицензии. У него уже, скорее всего, есть лицензия для этой игры. Он должен просто посмотреть те правила, на которых настаивает издатель игры, которые он просит соблюдать и если соблюдать, насколько я понимаю, не очень сложные правила, не делать из этого фильм и так далее, то все будет хорошо. И мы понимаем, что рынок работает благосклонно к стримеру. Если усредниться, то да, конечно, сейчас не будем, а то вдруг нас посмотрит какой-нибудь стример, возьмет эксклюзивную игру и мы увидим первый случай, когда стримера засудили, потом мы будем с вами оправдаться, что это не была юридическая консультация. Поскольку, в принципе, на самом деле, да, и степень проработки поисковых соглашений у разных компаний разнится. Если так вот пройтись, посмотреть, кто-то живет в традиции такой меньше слов, больше дела, кто-то скорее там, ладно, сейчас не будем по именам, просто пишет тонны текста, и ты, будучи юристом, с трудом можешь разобраться на самом деле. Ну вот, да, и опять же, тут много, мне кажется, зависит от того, в принципе, на что направлен издатель и какие игры он делает, то есть там, мне кажется, условные Electronic Arts, Ubisoft и Sony, к примеру, с одной стороны, которые делают скорее однопользовательские игры, да, какие-то на прохождение ориентированные, будут вести себя одним образом, а условные Valve, Blizzard и Riot Games совершенно по-другому, потому что у них, в принципе, само ядро бизнеса направлено на расширение аудитории, очевидно, любая трансляция и создание контента в интернете, там, веселого, не очень веселого, оно в первую очередь направлено на расширение этой аудитории, и просто компании таким образом будут действительно стрелять себе в ногу, если начнут воевать со стримерами, если... Кстати, мне кажется, даже если они начали бы воевать со стримерами, то здесь было бы сложно с точки зрения того, что не является ли это там fair use, свободным использованием, даже с точки зрения российского права, потому что, мне кажется, если речь не идет о таких случаях, когда мы полностью проходим всю игру, чтобы показать ее сюжет, и, ну, по сути, там показывают, мне кажется, особенно это будет актуально для игр, которые, ну, основная суть которых, например, как в Last of Us, это сюжет, и если мы посмотрим весь стрим игры, то, ну, собственно, основную часть игры мы получили, и это, наверное, не совсем fair use. А если это скорее игра какая-нибудь больше аркадная, то посмотреть ее прохождение и продемонстрировать ее прохождение, это, мне кажется, легко уложить в какие-то информационные цели. И здесь, мне кажется, в зависимости даже от жанра игры может быть сложно бороться со стримерами, если кому-то понадобится с ними бороться. Это также наводит на мысль, которая нередко звучит, о том, что для паблишеров киберспорт – это на самом маркетинговый инструмент, то есть не то, чтобы это именно непосредственно поле их деятельности, это способ привлечения новых игроков, и это вот все просто из одной категории получается. Ну да, это вот, опять же, на моем, моей боли из прошлого, там, тот же самый Heroes of the Storm, он очень много потерял аудитории, когда Blizzard на Blizzconne прям объявили о том, что больше не будет никакого ХГЦ. Очень многие сразу ушли, это и сначала киберспортсмены, ушли, за ними ушли стримеры, а за ними ушла аудитория, осталась такая, ну, довольно крепкая, конечно, и очень аудитория любителей игры, но новых игроков мало, а, соответственно, игра от этого меньше и значительно дольше развивается. Слушайте, а вот такой небольшой автоп, раз уж мы поговорили про влечение людей в индустрию, у меня, как человеку, который совершенно не увлекается киберспортом, но сейчас уже жалеет об этом. Интересно вот как-то так спросить, как мне вообще прийти в киберспорт как зрителю? Потому что я, например, установил Twitch, и я ничего не понял, там много людей, они ругаются, и мне страшно, я не готов к этому. Как мне стать таким увлеченным любителем киберспорта и болельщиков? Я бы, что вы включили в Dota. Если включаете киберспорт, там все ругаются, ничего не понятно, это Dota. Сто процентов. Причем в уважении к сцене, ну, это скорее как уже шутка такая расхожая. Как прийти болельщикам? Ну, давайте определимся так, а вот хоть какой-то интерес примерно к играм, к каким-то видам игр присутствует, от этого, мне кажется, нам было проще отталкиваться, как прийти болельщикам киберспорта. Ну, например, я, скажем, такой чрезвычайно типичный случай, там в свое время, я еще во время первой Dota увлекался первой Dota, очень много в нее играл, потом что-то изменилось, я теперь вообще не помню, как это работает. Потом пошел на Юрфак, видимо. Да, потом пошел я на Юрфак, вот, и теперь я здесь. Вот, и я только в недавнее время стал возвращаться к геймингу, и это такие консольные игры довольно популярные, вроде там Человека-паука, Марвеловского, это что там, Last of Us, Last of Us 2, Uncharted, ну, в общем, такие игры пока меня привлекают, но я не представляю, как смотреть в противном формате, поэтому там Dota и никак они никогда не будут, даже если, например, сделают в Человеке-пауке условно, не знаю, батл-рояль какой-нибудь, представляете, там 100 Человеков-пауков во всех вариациях и даже... А вот, кстати, прекрасная идея для Sony. Слушайте, а это же еще можно как FIFA продавать карточки, соответственно, у тебя может быть там праймовый Spider-Man, может быть там вообще, ну, например, Питер Паркер из мультиков вот из 90-х, это был такой прямо солидный и уже такой повзрослевший молодой человек, а может быть, то есть Человек-паук, 13-летний мальчик, ну, по-моему, Майлс Морайлс, он же как раз там есть подросток. Ну да. А, ну вот, мультик был, Spider-Man Beyond and Beyond, как-то так он назывался, там в разных измерениях, в общем, были Человеки-пауки, вот, пожалуйста, нужно и так на батл-рояль всех запихивать, и просто чем больше ты донатишь, тем более у тебя серьезный Человек-паук. Ну, за миллион рублей условно у тебя будет вино. То есть в киберспорте аудитория – это те, кто так или иначе имеют активный опыт игры в это, потому что, например, люди, которые смотрят в хоккей, они не обязательно же играют в хоккей? Там тоже самое. В киберспорте тоже самое. Вот, например, Доту, сейчас люди, вот половину возьми людей на трансляции, там, примерно на Твиче, скорее всего, из них половина уже давно не играет, и многие смотрят как футбол. И, в принципе, ну вот с вашим опытом Доты, конечно, будет довольно сложно, если там все уже забыто, персонажи и прочее, потому что про Доту часто говорят, что это очень сложная для вхождения, в принципе, очень сложная дисциплина. Как, если ты хочешь в нее поиграть, тебе нужно немало часов потратить на то, чтобы у тебя что-то начало получаться, ты начал получать удовольствие от игры. То же самое и смотреть. И об этом много часто говорят, на самом деле. И, в принципе, с киберспортом бывает такая сложность. Вот ты такой думаешь, все, я хочу смотреть киберспорт, я хочу быть модным парнем, я хочу, там, читать киберспорт.ру, там, я хочу стать, не знаю, как какой-нибудь видный киберспортивный деятель. И у тебя возникли большие сложности, потому что даже тоже Counter-Strike, пока ты сам не начнешь угадывать, что происходит на карте, то есть как она построена, ты будешь просто видеть, мерцающие вот так вот люди бегают, из автоматов стреляют, и ты вообще, что? А где наши-то? И, например, такой будет вопрос. А в Доте вообще еще сложнее. Ну, вот я работаю в индустрии сколько, 4 года, я бывал на турнирах, смотрел вот на большом экране Доту. Я все равно до сих пор знаю АЗИ, но вот когда начинает комментатор кидаться сотни терминов подряд, что? Нет, можно мы посмотрим там, не знаю, ФИФУ. Тоже интересная межспортивная дисциплина, все понятно. Ну, то есть, в Крымах... То есть, тут в любом случае, отвечая на твой, Виктор, вопрос, основная составляющая, она все-таки не кибер, а скорее спорт, то есть, игра, в которой есть какой-то азарт, какое-то противостояние, у нее есть киберспортивный потенциал, а игра, которая в первую очередь сюжетная, как Last of Us, например, там киберспортивного потенциала ноль. Никому не интересно это смотреть с точки зрения соревнований. То есть, там единственный киберспортивный потенциал, который я могу придумать таким одиночным играм, это спидран. То есть, тут тоже сейчас очень, довольно популярная тема, проходить игры на скорость. У меня же матчи по спидранам, лицензированных. Нет таких, чтобы я знал о них. Ну, на самом деле, просто, в принципе, я бы даже исходил из того, как спорт определяется, в принципе, как деятельность там группы людей направлена в выявление лучшего по неким объективным критериям. Там есть разные определения, давайте возьмем его. Что такое киберспортивная игра? Это компьютерная игра, отвечающая требованию наличия соревновательности и максимальной объективности. То есть, в принципе, многие игры не стали именно киберспортивными, даже будучи многопользовательскими, потому что в них было слишком много рандома. А как же картофель? Ну, это на самом деле киберспорт, если честно. Это карточная игра, то есть, это отдельный вообще вид в киберспорте, только потому, что это реализовано в форме компьютерной игры и на вселенных, персонажи взятых из вселенных, именно из игр. Это и считается киберспортом, и именно как раз зрительская привлекательность, зрелищность, она же нулевая, по сути, поэтому, собственно, и не взлетает. Поэтому и покер люди смотрят исключительно фанаты. То есть, ну, надо быть очень увлеченным. Ты, тебя в первую очередь воздействует на твою такую уже более далекую психику, где у тебя работает логика, где ты сам пытаешься продумать, просчитать, а не на твое поверхностное восприятие, где красивая картинка, много эмоций, и все быстро, красиво происходит. Такие игры, они требуют того, чтобы ты думал, а ты же приходишь посмотреть, а не подумать. Ну, хорошо. А вот, предположим, я, там, Blizzard, предположим, вернулись к своей идее киберспортивного доминирования, я научился играть в Heroes of the Storm, и такой думаю, блин, все, надоела юриспруденция, пойду в киберспорт игроком. Буду зарабатывать деньги, ездить по миру, там, играть на LAN-турнирах, и все у меня будет хорошо. Как мне тогда попасть в эту... ну, даже не как мне попасть в... тут, понятно, можно стриминг начать. А какие меня ждут подводные камни, вот, с юридической точки зрения, если я пойду игроком в какую-нибудь команду? Да, подводных камней-то, если вы наймете изначально юриста, который бы помог с контрактом, их-то дальше не будет. Будет обычная работа, похожая на одновременную работу спортсмена, одновременная медиа-личности. Ну, по сути, спортсмен-то в наш век и является медиа-личностями. На самом деле, вот, когда я рассуждаю, что киберспорт, это там работа как в индустрии развлечений в спорте, я себя ловлю еще чаще на мысли, я просто часто повторяю эту мантру, ловлю себя на мысли о том, что современный спорт – это чистая индустрия развлечений. То же самое и здесь. Нет, конечно, может быть, самое интересное, что с вами может начать происходить, если вы играете в киберспорте, если там кто-то захочет сделать ваш трансфер. Это такая наиболее примечательная, на самом деле, вещь, потому что ввиду отсутствия глобальной системы, во-первых, регистрации игроков в киберспорте, ввиду отсутствия регулятора наподобие FIFA или UEFA в футболе, который бы устанавливал правила такие интернациональные, того, как вести, в принципе, киберспортивный бизнес, как делать трансферы, вообще, как вести переговоры и все прочее. Ввиду отсутствия национальных федераций, которые обладали бы реальными полномочиями на то, чтобы устанавливать для индустрии правила. То есть федерации, да, у нас присутствуют, аккредитованные также, как, не знаю, например, Российский футбольный союз в юридическом смысле, то же самое, как Федерация компьютерного спорта у нас. Но ввиду не некоторой специфики всей индустрии, федерации занимаются несколько иной деятельностью, там скорее просветительской, образовательной, популяризации киберспорта, студенческий киберспорт и тому подобное. Но они имеют правую возможность, их статус позволяет им принимать регламенты и прочее, которые бы все определяли, но бизнес так построен, что они не могут, к сожалению, этого делать. Собственно, вот эта вся большая мысль приводит нас к тому, что нет такого понятия, по сути, как трансфер игрока в киберспорте, потому что нет закрепления того, что считать трансфером на таком формальном уровне. Поэтому каждый юрист или не юрист, который занимается сделкой, способен трактовать как угодно и писать какой угодно предмет договора. И зависит, конечно, в первую очередь того, какую свободу договора представляет тебе применимое право. Я бы в эксперименты в договоре по российскому праву таки не пускался, прямо скажем, потому что, ну и объясните налоговый, что это было, ну это, я никому не рекомендую пытаться этим заниматься. Мой любимый кейс, как-то попался договор, там прямо так было написано, по-русски, договор купли-продажи игрока. Я не шучу, примеры, как мешок картошки, в чем разница. В мое сердце конституционалисты немножко сейчас завалило. И поэтому вас могут купить-продать, мы же говорим, если среди нас появится игрок, могут переуступить права просто по вашему договору, уступка прав и обязанностей, могут уступить право просто задействовать вас в качестве профессионального игрока в такой-то дисциплине, и это сейчас возможно благодаря тому, что все-таки во многих играх сейчас нужно заявлять свой состав, то есть обозначать, какие пять человек будут за тебя играть. И по сути-то ты можешь продать право другой компании и заявить вот этого человека в качестве своего игрока. Вполне себе. Можно, в принципе, пласт интеллектуальной собственности, ассоциированный с игроком, в принципе, права на никнейм, на все, что называется likeness, изображение, голос, там, почерк, автограф и подобное. Это можно продать. Вариантов целая масса, на самом деле. Но вот если вы не предмет, а вы, если как субъект, который передается в рамках этого договора, да, вам должно стать, возможно, несколько неприятно на самом деле. Но это да, это очень интересная тема, и я, в принципе, уже давно надеясь на то, что мы как-то в индустрии пойдем в сферу такого большего регулирования, там, хотя бы каких-то базовых правил. И, ну, то, что все те фантазии, которые мы сейчас занимаемся с коллегами, это все очень интересно и прикольно. Но хотелось бы и больше, на самом деле, возможностей для того, чтобы инфорсить эти договоры, иметь. Потому что бывают разные ситуации. И, в принципе, ввиду специфики, вот почему у спорта есть свой, там, спортивный арбитраж. Потому что и система приведения в исполнение здесь, ну, по сути своей изнутри немножко другой будет, потому что нам там футбольные клубы или баскетбольные клубы принуждать чему-то. И настолько специфичная, в принципе, сама отрасль, что для нее есть отдельные арбитражи. Киберспорт, пока нам нужно идти, ну, если это не был спорт, связанный с официальным спортивным соревнованием, которых вообще наименьшее количество, то есть и в России-то все, что проходит, там только Кубки России по компьютерному спорту, вот ФКС, там один эпицентр, возможно, два, сейчас не буду утверждать, сколько точно, обладали статусом спортивного соревнования. И, а еще одно, у нас проблема с трансфером, придется идти в обычный суд. И вот, и как там объяснять? Я даже сейчас говорю, дело не в том, что там не в какой-то определенной юрисдикции, где бы ты ни пошел, там, на Кипре, в Швейцарии, в Англии. И будем разбирать, а есть ли действительно система регистрации игроков, а что можно уступить по этому договору, хотелось бы избежать этих проблем, потому что они бывают, и то, что люди понимают, что, ну, там, судиться, это все будет сложно, могут себе иногда позволять определенные действия, которые, как минимум, не соответствуют в принципе принятых в индустриях нормам этики и не совсем соответствуют праву. А часто бывают такие суды, если не в России, то вообще хотя бы где-то? Вообще ноль. Вообще ноль. Киберспортивная индустрия, меня как юриста это очень сильно расстраивает, потому что судов очень мало у нас, в принципе, потому что все решается или там, лучшим случаем, ну, самый интерес для нас, для юристов, это уже в суде заключили там мировое, а так все решается на уровне до, вот сейчас интересный кейс с Фейсклана и как же его, и их стримером, игроком Фортнайт, сейчас никнейм боюсь неправильно произнести, но вот новостей уже нет, ну, то, что американское правосудие, оно тоже довольно медлительное, и вот новостей тоже никаких нет, хотя это мог бы стать очень интересный кейс, значит, не буду выдаваться подробностей, это, в принципе, гуглится очень просто, там Фейсклан против TFUE, из четырех букв и ник у него состоит, вот, пожалуйста, ну, в Корее судились Blizzard, о котором сегодня у нас была речь, вот как раз Blizzard, из тех, кто не хотел делиться с третьими лицами лицензии на проведение турниров, и национальная ассоциация корейская, я бы сказал, это, пусть никто не обижается, но это единственная действительно мощная ассоциация национальная, которая вот держит весь киберспорт, который вот в Корее, она действительно регламентирует, ну, там просто бизнес строим по-другому, то есть дело не в том, что кто-то не дорабатывает, а там все устроено иначе. И они в какой-то момент вступили в конфликт с Blizzard, и Blizzard им говорили, платите деньги за то, что вы делаете турниры по нашей игре. Сказали, нет, мы не будем, мы ассоциация, мы там при Министерстве по-моему, культуры или около того аккредитованные, ну, встретились в суде, но договорились полюбовно, если мне память не изменяет. А вот если представить, что примерно следующей неделе, ну, допустим, Вячеслав Володин собирает рабочую группу Государственной Думы по созданию какого-то такого регулятора или где-то на уровне правительства, и вас назначают председателем этой рабочей группы. Как будет работать регламентация всего этого? То есть у вас же есть, наверное, какое-то видение того, как-то должно в идеале работать. Как это должно работать? Давайте начнем с того, что эта идея, к сожалению, в принципе, нереализуема и утопична. Чтобы собрался какой-то государственный орган в России и решил, сейчас я за рулю киберспорт. Нет, потому что в самой вот России киберспорт, его, он живет только отчасти в стране, потому что вот как определить, где живет, грубо говоря, этот там вид спорта, эта команда, где она проводит свои турниры, в чем она участвует. Профессиональная команда по киберспорту, там, Tier 1, по дисциплине, там, например, вот по доте, окей, у нее на самом деле только один шанс в году принять участие в реально масштабном и большом турнире именно в России оффлайновом. Да, последние годы у нас есть турниры, там, от Мегафона был турнир, Адреналин проводил свой турнир, да, даже от Мегафона было несколько. Очень серьезные по составу участников, прекрасные турниры, но их все-таки меньшинство, и они только сейчас стали появляться. То есть, итоговый, у вас киберспортивная команда по доте. Окей, давайте так, три турнира в год ваша команда сыграет классных в России. Мы можем сказать, что это российский, ну, киберспорт в том плане, чтобы какая-то, там, правительственная рабочая группа или законодатель решила вот это зарегулировать. Вот, ваша команда по доте слетает еще на 10-15 турниров от Китая до Лос-Анджелеса. И вот что ей от того, что у нас в России решили как-то взяться жестко за киберспорт? Ну, как, нет. Ну, смотрите, мы садимся вот с Вячеславом Володиным, урегулируем как-то максимально подробно, понятно и хорошо, и как должно быть отношение, там, условного киберспортсмена с киберспортивной организацией. А зачем регулировать? Есть, извините, что я перебиваю, просто это опять к той теме, вот мне тоже сейчас про что? Надо, извините, заказать, да ничего не надо менять. Потому что есть в Трудовом кодексе отдельная, по-моему, глава она, трудовой договор со спортсменом, да. Ну, все, вот наш киберспорт признан видом спорта, признан. С этой точки зрения все есть. Просто киберспорт здесь у нас поменьше получается. Он, в принципе, это очень такой разнонаправленный бизнес, который ни в одной стране не замыкается. Да, в США более-менее есть такое явление. И Райты, например, с своими League of Legends делают национальные лиги вот именно в одной стране. Но даже у нас в России она не лига российская, она LCL, континентальная лига. Там не только российские чисто команды. Поэтому это, ну, извините, я вас перебил. Давайте дослушаем, чтобы я мог дальше подискутить. Нет, я просто хотел предположить, ну, то есть, как это обычно работает в условно-параллельных каких-то бизнесах. Если сделать хорошую правовую базу, то можно рассчитывать на то, что бизнес придет сюда. То есть, он может прийти не физически, но он юридически придет. И то есть, и здесь такая же история. Если мы создаем какое-то очень грамотное правовое регулирование, мы можем призывать таким образом, призвать все киберспортивные организации регистрироваться условно в Москве и распространять на свои трудовые договоры с игроками российское право. Потому что все будут говорить, блин, какое классное в России киберспортивное право. Вот давайте мы его будем распространять, и тем самым каким-то таким образом обращать внимание на регион. Ну, или там, если это региональный бизнес, можно сделать это в рамках условного Евразийского союза, там, или, не знаю, союза стран БРИКС, то есть, на каком-то международном уровне. Идея абсолютно логичная, я с вами согласен, но она работает для более специфических индустрий, действительно. То есть, киберспорт не стоит воспринимать как какого-то единорога совершенно неизвестного и непонятного. То есть, вот, например, да, есть такие вещи, как искусственный интеллект, и, в принципе, вся индустрия вокруг него. У нас право во всем мире, очевидно, не успевает за подобными технологиями. Есть технологии, связанные с робототехникой, то же самое 5G. Да, им нужны регуляторные песочницы, им нужны экспериментальные правовые режимы. Потому что просто не успевает за развитием этих технологий права. А киберспорт, в нем нет ничего такого специфического. Ему не нужен никакой специальный режим. Если говорить про то, как завлечь в Россию, ну, здесь любой бизнес вам назовет ровно те же болевые точки, которые возникают у киберспортивного бизнеса. Просто в киберспорте он, в принципе, это бизнес небольшой на самом деле по объемам просто рынка. И потратить столько времени на такое, скажем так, правое обеспечение, бюрократическую сторону обеспечения своего бизнеса, потому что он не такой уж большой, и он не прямо сейчас взлетит. Ну, некоторым на рынке проще, ну, тогда уж не делать этого здесь. Просто, ну, и налоговая система, то есть, имеет свои особенности. И, в принципе, бизнес-модель киберспорта как вот устроена в принципе. И то же самое, как заземлять в России. Дело-то не в том, что в России плохо, нет, неплохо киберспортивным бизнесам, просто они не замыкаются на одну страну. Вот, в большинстве случаев, да, там в некоторых странах, ну, и США это больше намного рынок, и они там любители франшизных лиг, там во всех видах спорта, поэтому там по Авервотчу франшизная лига, там со слотами за десятки миллионов долларов. Там просто другая традиция спортивная, в первую очередь. Да, спасибо, Виктор, было очень содержательно. И вам спасибо, Виктор, что... Спасибо вам, Антон. За то, что были соведущими. Нет, действительно было очень содержательно. Спасибо за то, что посвятили нас в основу киберспорта, основу киберспорта в России. Приходите, наверное, еще. А зрителям мы хотим попросить подписываться на канал, ставить лайки, заходите на YouTube, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь в сервисах с подкастами, в каких только можете. Это Apple Podcast, Яндекс.Мужика, CastBox. Заходите в наш телеграм-канал Games of Brands, там мы публикуем не только подкасты, но и новости по интеллектуальной собственности. И спасибо, Виктор, и всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok